Зачем тебе все это нужно? Чего ты хочешь? Петь? Стать известной? Но успех – это тяжело, Анита. Шоу-бизнес – жестокая игра. Если ты станешь известной, тебя будут обсуждать, рассматривать. Ты станешь предметом сплетен. Стоит ли того? И вообще, что это успех? Не лучше ли оставить все, как есть? А может быть, действительно не стоит рисковать, надрываться, стремиться куда-то? Но я же не знаю, что такое успех, к чему я стремлюсь, куда-то мы все спешим, что хотим найти. Успех? Успех? Что же это такое? Судьба? Или тяжелый труд? Как же мне добиться признания? А что будет со мной, если… если все окажется напрасно? Если я ничего не добьюсь, никогда не стану известной? Нет, нет, все-таки я в себя верю. Да просто нужно работать, и тогда все будет. Великие, успешные, популярные. Да. Просто интересно, они когда-нибудь сомневались в себе? Вот, например, думали, что могут не состояться. Ведь все когда-то начинали, и с чего-то начинали. Вот что же для них успех? Возможно, быть никому неизвестным действительно не так уж и плохо. Нет, нет, нет. Смогу я, интересно, найти ответ на мои вопросы? Только на чистом листе бумаги можно нарисовать себя, сделать автопортрет или тебя нарисуют. А безызвестность – это не так плохо. Безызвестность – это удел людей неполноценных. Большая часть людей, они неизвестны и делают огромнейшую историю, которая помогает жить мне и выходить на сцену. Скромность. В общем-то, лучше всего быть никем по своему состоянию, чтобы можно было стать кем-то или чем-то. Успех для меня горькое состояние, наверное, потому что я знаю, что рано или поздно он уйдет, как он уходит от любого человека. Все проходит. Успех – это прежде всего работа. Когда два-три полотенца ты берешь в зал балетный, они все мокрые. Как бы награда за твой труд, за то, что ты не ошибся в выборе творчества. Успех – это допинг для следующей работы. Новая планка к дальнейшей работе. Действия – это постоянное движение. ПЕСНЯ Серые, мокрые вокзалы ПЕСНЯ 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 Ты мне сказал четыре слова, Стали они судьбой. Анита, будь честна перед собой, но ты же боишься. Чего? Потерять друзей, например? Ведь тебе будут завидовать. Ты не боишься остаться одна? А семья? Ты же кореянка, Анита. Разве такой должна быть корейская женщина? Как ты можешь петь, стоять на сцене и быть известной? А как же муж, дети, дом? Артист не может жить для друзей, ни для родных, ни для себя. Только для творчества. А тебя это не пугает? КОНЕЦ Конечно же, мне бывает страшно, как и каждому человеку. Чего боюсь? Боюсь провала. Боюсь не достичь цели. Боюсь известности. Потому что вокруг существует столько человеческой зависти. Боюсь одиночества. Старости боюсь. Чего ещё? До смерти, наконец. Да, зачем же нам дан страх? Может быть, чтобы вовремя остановиться? Или же для того, чтобы мы могли трезво оценить собственные возможности? Может быть. А может быть, страх – это просто наши чувства ответственности перед будущим. Боюсь ли я ответственности? Нет. Нет, пожалуй. Так чего же я боюсь? 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 Это не свобода. А страх – это, наверное, и есть не свобода. Как же стать свободной? Мы, не простая. Все перешли. Я спрятываю. Мы, не злил Паркан, в СПАС. ВООБИЧЕСКИ ПОАСЕ МОССКИ ВООБИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЗА Я думаю, что он возникает каждый раз, когда ты приступаешь к чистому листу бумаги. Когда нет близкого человека рядом, и ты не знаешь, что с ним происходит. Страшно было в воздухе. Страх не быть понятым. Боюсь обидеть публику. На сцене еще страшнее. Безусловно, сцена одной из ярчайших проявлений свободы внутренней. Свобода не бывает. Это моя неоплощенная мечта ничего не делать. Свобода – это большое счастье в действиях. Ни в коем случае нельзя бояться падений, потому что падение – это точка, от которой начинается подъем. Это я. Свобода clicks в тему перебления, чтобы было полное function. Сцена smiled посказанием. И перемещение – это любовь